Я вам лучше расскажу один рассказ про мою встречу одну с человеком. Этот человек был возведен раз вместе с другими на эшафот. Ему был прочитан приговор смертной казни расстрелянием за политическое преступление. Минут через 20 было прочитано помилование и назначена другая степень наказания. Но в промежутке между двумя этими приговорами он прожил под убеждением, что через несколько минут он умрет. Он помнил все с такой необыкновенной ясностью. Он мне говорил, что никогда и ничего не забудет из этих минут. В шагах к 20 от эшафота были врыты три столба, потому что преступников было несколько человек. И троих первых подвели к этим столбам и их привязали. Потом надели колпаки, белые колпаки, но чтобы не видно было ружей. И против каждого столба выстроились солдаты. А мой знакомый был восьмым по очереди. И выходило, что ему остается жить на минут пять, не больше. Он говорил, что вот эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Он говорил, что в эти пять минут ему казалось, что он еще столько жизней проживет, что сейчас еще как-то странно думать о последнем мгновении. И он даже еще разные распоряжения сделал. Он положил минуты две, чтобы, ну, проститься с товарищами. Потом еще положил минуты две, чтобы подумать в последний раз, ну, про самого себя. А потом, чтобы в последний раз поглядеть вокруг. Он помнил, что, прощаясь с товарищами, он одному из них задал посторонний вопрос. И почему-то очень заинтересовался ответом. Вот. А потом настали те две минуты, последние, которые он положил, чтобы подумать, ну, про самого себя. Он все думал. Ну, как? Ну, как же так? Вот сейчас же он есть, он же живет сейчас. А через несколько минут, вот, ну, через три минуты уже будет нечто. Кто-то или что-то, так кто же, где же? Он все это хотел в эти две минуты решить. И невдалеке была церковь, невдалеке. И купол светился, крыша очень светилась на ярком солнце. Подолоченная крыша. Он помнил, что он ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи от нее исходившие. Он глаз не мог оторвать от этих лучей. Ему казалось, что вот эти лучи, это его новая природа. Что он как-то через несколько минут непременно как-нибудь сольется с ними. И вот эта неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет вот сейчас, оно, которое наступит, были ужасны. Но он говорил, что страшнее всего, тяжелее для него в эту минуту была мысль беспрерывная, что если не умирать. А что, если бы родить жизнь? Какая бесконечность? И все это было бы его, все это было бы мое. Я бы, конечно, каждую, каждую минуту бы в целый век превратил. Я бы ничего не потерял. Я бы каждую минуту счетом отсчитывал. Ничего бы даром не истратил. И он говорил, что эта мысль до того у него в такую злобу переродилась, что он уже хотел, чтобы его поскорее расстреляли. Вы закончили? Что? А, да, закончил. И зачем вы все это рассказали? Так, мне припомнилось. Но я к разговору. Я к разговору. Я к разговору.